Ивана Катаева война застала мальчишкой в Рязанской деревне. Только в 44-м 17-летним парнем он попал на фронт. Громил немцев на знаменитых «Катюшах». Со своей бригадой дошел до Кенигсберга, где и встретил победу. Говорит, память о войне необходимо сохранить, ведь ради победы погибли десятки миллионов человек. В селе было 25 человек 1927 года, которые мы дружили, ребята. Осталось после войны двое. Я и еще один. Он попал на флот. И после этого мы с ним встречались. В памяти жертвах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, после которой митрополит Донецкий Мариупольский Ларион отслужил молебен и осветил колокол памяти. Созданный по всем православным канонам благовест добавлена латунь от стрелянных гильз, которые нашли на полях сражений нашего края. Омник нужно не только войну, но и ее героев. В этом убеждены и ветераны, и обычные жители области, и власти региона. Последние пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить память о жертвах Великой Отечественной. Молодое поколение учится на этом виде, общаясь. Они понимают и помнят. Это самое главное и великое, когда идет преемственность поколений. После выступления на митинге первые лица области под салют холостых выстрелов возложили цветы к мемориальным плитам и памятнику воинам-освободителям. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли также и в других крупных городах региона. Ростислав Сысоев, Олег Коноваленко, Руслан Новиков, Панорама. Руслан Новиков, Пaanони. Руслан Новиков, Паррехов, Пaрахмаг.